Оля, привет. Привет. Первый вопрос, который я, посмотрев все твои выпуски, хочу тебя спросить. Кто такой современный лидер? С козырей зашел. Так, я думаю, что современный лидер — это человек, кому очень хочется что-то создать, что-то изменить. При этом это может хотеться в том числе из внутренних травм, из какого-то внутреннего огня в идеальном сценарии. Но это может быть просто из желания что-то доказать, себя поместить на обложку, стать успешным и прочее. Но это человек, кому очень надо. И кому очень надо что-то создать, что-то построить, изменить что-то, чего вчера не было, сегодня станет. Лидер современный, он слушает время, он точно следит за происходящим и умеет как-то дружить с неопределённостью. Окей, если не дружить с неопределённостью, то как-то взаимодействовать с неопределённостью. И лидер сегодня человек, кому не безразличны люди. Конечно, бывают, наверное, технологические лидеры. И, может быть, мы сейчас придём в эру, когда сам собой с чатом GPT можно создать единорог. Все ждут, что появятся компании единороги в Америке. То есть это миллиард долларов стоимости, которые просто вот я и чат GPT, мы там что-то придумали. Наверное, такое будет. Но в целом, если мы говорим про лидерство, лидерство — это человек, кому не безразличны люди, и кто хочет людей тоже пробуждать, возбуждать, вдохновлять, двигать к чему-то и так далее. Про неопределённость. Как ты дружишь с неопределённостью? Сложно. Я знаю сто тысяч советов, которые я сама с собой делаю. Каждое утро... Вот сегодня утром я ходила пешком. Я каждое утро просыпаюсь, хожу пешком на улицу, потому что мне нравится какое-то ощущение пробуждения и ощущение, что у меня есть моё время, которое не в календаре, которое не про дела. Оно просто про меня. Я там соприкасаюсь с воздухом. Мне нравится ощущение... Вот мы сейчас в октябре снимаем, но, наверное, выйдем уже в ноябре. Холодный воздух соприкасается с лицом, и я как будто пробуждаюсь от этого. И я себе говорю, что я есть, жизнь есть, что я больше, чем любая из моих ролей, что природа меняется, что в жизни циклы. И я это просто говорю себе и как-то наблюдаю за этим, прислушиваюсь ровно потому, что жизнь снаружи настолько неопределённа. И если я буду жить погружённая в стресс от того, что у меня цифры то вверх, то вниз, а проекты то получаются, то не получаются, какие-то новости приходят, они реально разнообразные. И не бывает такого дня у генерального директора, где только хорошие новости. Обычно такой бип-бип-бип, и ватсап что-то принёс. А вот ощущение, что всё есть циклы, что я живая душа, что природа прожила тысячи поколений, ещё тысячи поколений проживёт, и я есть часть этой природы, позволяет мне как будто иметь вот эту паузу и пространство между мной и любыми событиями текущего дня. Это я привела пример просто практику. Вот сегодня утром я этим занималась. А в реальности у меня ещё там много штук, которые я сама с собой делаю, ровно для того, чтобы справляться. Нужно полюбить, принять, пытаться законсервировать неопределённость. Вот если бы ты общим мозгом могла сказать. Полюбить у меня ещё не получилось, хотя я тоже учусь видеть красоту. Например, я прямо своему мозгу говорю, давай вспомним ситуацию, когда, например, что-то вообще пошло не по моему плану, а дальше случилось лучше. У меня есть моя там любимая история, как я у своего дома на одной единственной дороге, которая есть от моего дома, я врезалась в трактор на машине и разбилась себе просто перед, и мне пришлось как бы сдать машину, у меня была каска и прочее, я ужасно расстроилась, и это было самое глупое, что можно было сделать, потому что это даже не стресс, это вот самое определённое место рядом с моим домом, и я врезаюсь в трактор. И в итоге у меня через два месяца появляется новая машина, я пересела, сейчас уже на другой, но я тогда пересела на белоснежную, абсолютно новую Теслу. За последние пять лет ни одна материальная вещь не радовала меня так сильно, как эта Тесла. Она пришла ко мне, я её арендовала, потому что я думаю, пока у меня машина в ремонте, дай-ка я посмотрю машину в аренду, заодно я в целом думала поменять автомобиль. А это было февраль 22-го. И там за две недели до событий я, соответственно, подписываюсь на Теслу. Приходит она ко мне 10 марта. Мне было так сюрреалистично, я не могла никому вслух сказать, что у меня Тесла, мне казалось, это самое неуместное, что вообще происходит во времени, но при этом она просто меня спасла. Я клянусь, Рома, она меня как будто спасла вот от того внутреннего, абсолютно раздавленного кризиса, в котором каждый из нас происходил. Потому что она меня радовала, она была белоснежной, она была как космический корабль, суперлегкая, у меня там маленькая модель, дико быстрая, я сына... Электромобиль, чем прикольно, потому что если втапливаешь педаль, ты можешь просто за 3 секунды разогнаться, поэтому можно даже там на 100 метрах до светофора, где абсолютно безопасная и пустая дорога, можно как бы втопить, и сын у меня, его там друзья-одноклассники всегда визжат. И это просто мне подарило столько радости, сколько ни одна материальная вещь не дарила мне за последнее время, за много лет. И я помню, думаю, я так расстраивалась, что я врезалась в трактор. Думаю, какая я дура, как вообще так можно? Думаю, это просто... Это на тот момент, как будто мне, не знаю, какая-то рукопомощь с неба меня с силой втолкнула в трактор, чтобы ко мне пришёл автомобиль, кто меня поддержал в тяжёлую минуту. И таких историй у меня много. Я их себе напоминаю и собираю, и собираю истории про других людей. Каждый отказ сегодня — это очень больно, особенно, когда очень хочется. Вот когда мне часто очень хочется, чтобы было по-моему, а оно не получается по-моему. А со временем, просто иногда нужно 2-3 года, я вижу, что это меня привело в точку, где мне настолько класснее, чем я тогда хотела по моему плану. И я таким образом учусь доверять, что пространство мудрее, чем я могу это запланировать на своём пленнинг-календаре или ещё что-то. Поэтому для меня любить неопределённость не очень получается, но уважать её, принимать, допускать, что там что-то мудрее, ну вот я пробую, и я прям говорю, со своей головой, своей разговариваю, что, Оля, смотри, наблюдай, запоминай. Так было один раз, второй, третий, четвёртый, скорее всего, и сегодня. Вот прямо сейчас мы с тобой разговариваем, прямо сейчас у меня одна большая тема, которую я хотела видеть прям определённым образом, не случилось. И я довольно сложно это проживаю, и я прям себе утром, вот сегодня утром я тоже говорила, вспомни, вспомни все разы, когда ты расстраивалась, отсказанного нет, они привели к себе к чему-то, что сделало тебя более счастливой. Там, не знаю, в личной жизни, ну, все мы знаем, что если вспомнить, ну, там, что в 16 лет, не знаю, бросил парень или девчонка, да, и ты расстраиваешься, а потом думаешь, какое счастье, может быть, это сейчас самый... У меня акционер любит такую фразу, что если невеста ушла к другому, ты ещё не знаешь, кому повезло. Это же правда так. Вот, но в моменте нам очень-очень тяжело. В общем, я всё время своему мозгу какие-то даю конструкции, как думать, чтобы думать продуктивно и думать созидательно про будущее с таким большим доверием к будущему. Сколько лет ты уже топ-менеджер? Семь лет. Я в роли генерального директора Скандинавии. До этого я была младшим партнером Макинзи. Ну, лет пять до этого, это вот с момента менеджеров Макинзи, это уже достаточно роль, ты уже там общаешься с акционерами, олигархами, продаёшь и так далее. Ну, то есть больше десяти. Ты помнишь тот момент, когда для тебя кайф от достижений стал немножечко меняться на кайф от жизни? Думаю, что года три назад. Всего? Да. Да. До этого я вообще в какой-то несознанке. Я просто очень много работала и абсолютно моя самооценка была привязана на сто процентов к успехам на работе. И я много об этом говорю публично, и развод, который случился у меня в семье, у нас общий ребёнок, это, конечно, в основном из-за того, что вот мне, когда надо было, чтобы у меня на работе получалось, всё, у меня переставала существовать окружающая реальность. И я помню, бывший муж мне говорил, я всё время чувствую, что у тебя вот проектор, вот такой вот. И если я не попадаю в твой фокус внимания, то я не попадаю. Вот. И понятно, что у него там свои были реакции на эту ситуацию. В этом смысле развод это всегда 50 на 50. Это как бы оба поучаствовали. Но я знаю, что мои 50 процентов, это, конечно, когда мне нужно было, чтобы у меня, вот у меня на работе не получалось, мне хотелось, чтобы получалось. И это было не ради созидания, это было ради того, чтобы мне казалось, что если не случится, это я уничтожусь. Я как будто перестану существовать, потому что это была, у меня была настолько стопроцентная идентичность привязана к тому, получается ли у меня профессионально. Ну и надо понимать, как я росла. Я 10 лет провела в Макинди, Макинди настолько агрессивная среда. Ни одна, ну то есть худший мой день генерального директорства, он все равно лучше, чем средний в Макинди. Я это сейчас очень конкретно, осознанно говорю, просто очень тяжелая работа. Вот. Но особенно пока ты там не партнер. Потому что на уровне партнера тебе, чтобы это делать с удовольствием и успешно, конечно, тебе тоже надо это и полюбить, и принять, и неопределенность, мертвого там не доросла. Все, что я видела, это был какой-то дичайший интенсив. Потом я, ну потом со мной случился мой вот этот любимый и счастливый лотерейный билет в жизни. Я встретила своего акционера, мы делали для него проект Макинди, стратегия входа в медицину. Он мне предложил присоединиться. Он тогда как раз говорит, я хочу купить Скандинавию, мы почти там уже до конца, ну как бы почти вот в самых финальных переговорах. Приходи. От такого не отказываются. Я пришла и нырнула сразу в такую сложнейшую, сложнейшую в том смысле, компетенцией быть генеральным директором. Я была готова принимать решения, работать со стрессом и так далее, а к директорству не готова. И поэтому у меня вот эта вся жизнь как в таком тумане, где я как бы просто барахтаюсь, барахтаюсь и учусь плавать. И каждая моя следующая глава настолько интенсивнее, чем я к ней готова, поэтому у меня ощущение, вот в Макинди у меня всегда это было, что я только чему-то научилась, и меня сразу повысили. И я как бы не успеваю даже вот... Насладиться. Насладиться вообще не успевала ничем. А вот, конечно, года три назад, но и опять же спасибо и психотерапии, и бесконечным практикам, и окей, спасибо точке развода, которая мне просто... Ну как бы я от неё оттолкнулась, потому что я поняла, что я просто хочу всё по-другому. Я хочу полностью другую жизнь. И дальше я вот с этой абсолютной своей захваченностью, как мои многие друзья говорят, с моим этим странным таким... Ну типа, когда Оле надо, Оле надо. Когда мне надо, я пошла. Вот, я способна прочитать 100 книг, я способна пройти 100 тренингов. Когда я понимаю, зачем, я прихожу к коучу, говорю, что мне сделать, а дальше я делаю. Вот чем я отличаюсь от большинства людей, что я реально делаю, когда мне говорят, что поменяю, ну там, попробуй вот это. То я как бы сжимаюсь, ну то есть мне может быть страшно, мне может быть некомфортно, но я иду в самое некомфортное, потому что я внутри чувствую, зачем мне это надо. И у меня было такое сильное желание изменить свою жизнь к лучшему, что я вот так вжих просто нырнула туда. И, конечно, оказалось, что она меняется к лучшему. И оказалось, что да какая разница, директор, я не директор и прочее, если я могу что-то создать, если я могу повлиять, если я могу вдохновить, если я могу побудить кого-то к чему-то, ну как бы то и классно. И вот тогда же родился мой YouTube, просто как идея. И я такая, ладно, я сниму 50 роликов, потому что я знаю, что камера — это очень страшно. Это намного страшнее, чем текст. Или фотография в Инстаграме. Ну и это просто навык, который надо как-то приобрести. И начала свой YouTube, и тоже зажала зубы, и такая, просто снимаю. Я не буду смотреть свои ролики, я не буду читать комментарии, я не буду расстраиваться, что мне не нравится, там, не знаю, картинка, визуал, или у меня слова-паразиты, или я тему недораскрыла, или я недостаточно структурированная. Ну то есть это вот всё, что я обычно себя за это... Ну я не ругаю, но я всегда это замечаю и хочу это улучшить. Я себе сказала, что я просто делаю, я сниму свои 50 роликов, и только потом сделаю вывод. И вот после 20-го ролика стало как-то прям легче. Я знаю, что очень много людей, которые нас, возможно, в том числе и сейчас смотрят, прибывают в состоянии того, что не-не-не, вот сейчас еще несколько ачивок в жизни социальных сделаю, добьюсь вот этого, вот этого, вот этого, и тогда я задумаюсь о жизни. У тебя так было или нет? Или ты вообще не думал о том, что вот сейчас, вот сейчас? И как это в целом происходит, переход? Не знаю, как он переходит, и в этом смысле, когда вижу людей, у которых очень горят глаза, и которым очень хочется ачивку, ну я последний, ну последнее, что мне приходит в голову, это их отвлекать. Потому что у тебя горят глаза, если у тебя получается. Если у тебя драйвят материальные цели, ну неважно какая, если ты хочешь прям показать, что ты гендир, у тебя компания сейчас взлетит, занимайся только этим, и отлично. И мне кажется, вот там не рождаются как раз переходы, там рождаются какое-то прикольное уважение к себе. То есть я в этом смысле все равно за ачивки. Потому что через уважение к себе мы себя принимаем, узнаем про себя что-то новое. И в минуты, когда мне было там самое, очень сложно, я поддерживала себя тем, что я знаю, что я умею достигать. То есть для меня это часть большого самоуважения. Это уже не моя идентичность, но это часть все равно моей силы, когда я знаю внутри, что если надо, я способна работать так, как никому не снилось. Поставьте лайк этому видео, так его увидят как можно больше хороших людей. Чувство перехода и как происходит, осознанно, плавно или как-то резко. Я думаю, по-разному. Но кажется, что, во-первых, оно происходит со всеми. Вот прям кажется, что это какой-то очень естественный переход. Он может быть там, не знаю, в 35 у кого-то, у кого-то в 45, не важно. Мне кажется, здесь прям возраст. У меня это случилось, говорю, в 36, сейчас мне 40. То есть последние 4 года это прям переход, который я ощущаю на всех вообще вот в слоях своей жизни. И у меня он скорее случился через вот это ощущение, что я так больше не могу, хочу по-другому. А дальше было бесконечное исследование как по-другому. И оказалось, что очень много вещей сильно важнее для меня чем ачивки. При этом часть перехода в том числе стала уважать свою достигаторскую часть и ачивников. как у других людей. Говорят, что лучше всего, конечно, кризисы работают. Прям лучше всего. Когда ты понимаешь, что что-то не так, что-то не так, что-то не так, не радует, не радует, не могу больше себя заставлять. Знаю, что могу себя заставить, но больше не хочу. А что ещё? А где смысл моей работы? А ради чего я просыпаюсь по утрам? И эти все вопросы, они начинают вот так вот, как мелодия, как эта шарманка в голове звучать, звучать, звучать. И дальше люди по-разному ищут на них ответы. И тоже, мне кажется, здесь без иллюзий. Очень многие ищут ответы и в потреблении, и в каких-то новых машинах, и в новых женщинах или мужчинах, и в том, что там, не знаю, сейчас я вот поменяю квартиру, найду себе новый проект. Я раньше думала всё время, мне очень хотелось раньше, знаешь, ухватиться тоже за какой-нибудь проект, там, не знаю, а дом построить или ещё что-то. У меня нет дома, но я знаю, что голова такая моя, она буквально такая, может, второго ребёнка родить. Не потому, что я хочу второго ребёнка, а потому, что мне казалось, что я заполню какую-то пустоту внутри и какую-то потерю смысла каким-то классным проектом. Будь то, не знаю, дом, ребёнок, собаку завести, ещё что-то. И это тоже может быть вполне решением, а может быть просто желанием вот этой замены какой-то пустоты. Короче, я не знаю, опять же, спонтанно, не структурированно отвечаю на этот вопрос, извини, я не знаю, как получается у других, что я точно знаю, что почти каждый из нас к этим вопросам приходит абсолютно точно, чем неопределённее время, особенно вот, что с Россией сейчас происходит. Это время, которое заставляет нас задавать вопросы. Нельзя больше не спрашивать, как бы, зачем я делаю то, что я делаю. Вот мне кажется, прям нельзя, потому что мы все хотим как-то, влиять, хотим изменять пространство, хотим, чтобы людям от нас было хорошо, хотим, чтобы нам было хорошо. Я это стала видеть в мужчинах, топ-менеджерах, в акционерах, ну, в глобальном смысле в акционерах, тем, кто реально владеет бизнесами, что как будто что-то происходит, мы все в поиске ответа на это происходящее, и хочется, чтобы от нас пространство улучшалось тоже, как будто каждому хочется сделать свой плюс один. Уже не хочется так орать. Знаешь, если раньше как бы хотелось решить задачу, чтобы она просто была решена задача, и можно было пойти самым коротким путем, как бы на этого наорал, этого поменял, этого взбодрил, не знаю, этого погладил, дал ему дополнительный бонус. То есть сейчас как будто бы хочется там из другой точки хотя бы попробовать. Либо есть ощущение, что надо бы из другой точки, непонятно как. Я чувствую, я чувствую так же, как и ты, и полностью согласен. Ну а что ты отвечаешь комментаторам, которые к тебе могут прийти и сказать, Ольга, вам легко, вы уже сытая, вы уже добились очень многого, поэтому пришло время подумать, подумать о всем вот этом. А мы еще голодные, мы еще не добились вот этого вот всего. И это действительно идет вот как прям по пирамиде Маслоу? Или материальные составляющие здесь не столь важны, как вот этот подход к зрелости и к ощущению мировоззрения? Я думаю, у всех сильно по-разному. И, как мне кажется, если кто-то внутри испытывает сильный голод, вообще не надо слушать нас с тобой. Надо идти и зарабатывать. И удовлетворять. Да. Ну потому что, если внутри очень чего-то надо, то на этом топливе надо просто идти вперед. Я очень понимаю. Я когда вижу голодные, горящие глаза... Ты сразу берешь на работу. Вообще. Ну, мне кажется, это прям самое интересное, что может случиться. Это голодный человек. Я помню себя голодной. Я не могу тебе сказать, в каком году или нет. Ну, то есть я помню вот этот драйв внутри, когда мне просто очень надо, я хочу заработать, я хочу достичь. Я иногда вижу таких докторов. Ну, тут не надо переживать, что есть там какие-то доктора, которые хотят на вас зарабатывать. Вообще нет. Но я вижу докторов, которые вдруг увидели ценность себя, своего труда, ценность заработка. И стали вообще-то понимать, что то, как я общаюсь, то, как я веду себя с пациентами, то, как я взаимодействую с коллективом, то, насколько я там выхожу в то же онлайн-пространство, влияет на мой заработок. И они тут... И я прям... Ну, иногда вот я вижу, как у них в голове такие, я понял, я могу повлиять на то, сколько я зарабатываю, как на меня смотрит моя жена дома или муж, какие у меня возможности у моих детей, как я живу, как меня любят пациенты, какие пациенты ко мне приходят, потому что, ну, как бы пациент тоже притягивается к своему врачу. Я иногда вижу в людях, что они такие, я понял, я пошёл. Это идеальный сценарий, просто идеальный. Если такое случается, вообще как бы не надо читать книжки по саморазвитию, просто идите вперёд. Вот. При этом я также вижу людей, кто в 25 хочет вообще всё бросить, и не купив ещё там себе квартиру, и не сложив какой-то депозит безопасности, хотят всё равно что-то другое, осмысленное. И это может быть очень осознанное решение. Я всегда советую перепроверить, ты как бы отказался от более агрессивного пути, потому что тебе было страшно, или потому что ты действительно хочешь искренне вот большой частью своей внутренней души, я использую душа, ну, как что-то, что когда мы знаем какое-то ощущение внутренней большой правильности, оно тебя туда ведёт. И как это для тебя? Потому что очень часто мы отказываемся от чего-то классного и смелого, потому что нам, на самом деле, страшно, что не получится. И для себя закрываем это словами, что вот капитализм, это не по-настоящему, деньги, это только там как бы связано, не знаю, с продажами, с лицемерием, с тяжёлыми решениями и прочее. Это не так. Можно ворочать большими миллиардами и быть очень целостным, порядочным человеком. Ну, каждый из нас таких встречал. Это не стопроцентно обязательно, но можно. То есть деньги в этом смысле не помеха. Поэтому я думаю, что бывает у всех по-разному. Самое интересное, что может происходить, это просто исследовать себя и честно сам себе отвечать на вопрос. Вот я сейчас что хочу? Вот мне сейчас грустно, почему? А сейчас мне завидно, почему? А вот сейчас я смотрю там на этого товарища в интернете, да, и меня прям внутри бомбит. Или мне кажется, что он как бы придурок. Это вот почему? То есть я очень жадно ловлю все свои внутренние интонации. Когда я завидую, это всегда, что мне так хочется. Вот. Но допустить, ну, у меня заняло года два, чтобы допустить, что когда я завидую, это значит, что мне очень хочется. Либо когда я осуждаю, что тот придурок, этот циничный, этот безответственный, этот как бы врет, этот еще, что этот балабол и так далее, это значит, что я в себе тоже не принимаю эти части. И скорее всего, это значит, что я тоже так хочу, но не позволяю себе и от этого осуждаю вот этого человека. В общем, как только я нахожу такую мелодию, я такая, это сигнал, что это значит для меня, про меня, и как мне с этим быть. И иду дальше. А что такое деньги для тебя сейчас? Деньги — самая важная мелодия моей жизни сейчас. Это смешно звучит, но последние два года я прям поставила себе цель, что я хочу больше зарабатывать. И тут интересный момент, потому что я даже не могу внятно ответить, зачем мне больше зарабатывать. У меня сейчас очень комфортный образ жизни. Но я как-то увидела, что я реально начинаю завидовать тем, у кого совершенно другой доступ к другому доходу. Я расстраиваюсь, когда я вижу, что у меня нет доли в компании. Я просто перманентно на эту тему расстраиваюсь. И когда это случилось пятый, шестой, седьмой раз и так далее, я такая, окей, Оля, это что-то значит для тебя. То есть я стала вылавливать, как много вообще денежных тем. У меня как-то фонит в жизни. И что кажется, что пора туда смотреть. И я стала туда смотреть. И увидела массу всего интересного. Первое, что я увидела, что мне очень тяжело представить, что я зарабатываю, например, в три раза больше, чем сейчас. Три раза — это небольшой рычаг. Ну, совсем небольшой. У меня были в жизни периоды, когда я выросла, не знаю. Я была аналитиком в Макинди, потом ассоциатом. Это было, наверное, больше, чем в два раза повышение просто одномоментно. И такое случалось со мной несколько раз в жизни. Но когда я вот сейчас представляю, что у меня будет 3Х, у меня тело просто отторгает. Начинает болеть. Голос просыпается в голове. Такой, невозможно, не получится, не для тебя, что возомнило, небезопасно и так далее. И я такой, окей, это очень интересно. Как можно было получить три финансовых образования, включая лучшие в мире, то есть буквально, и при этом настолько быть в какой-то несогласии с большим заработком. Это при том, что когда я компанией врачу, мне как бы не, ну, очень легко. Это как вот мы платим дивиденды, я там люблю платить дивиденды. Когда мы платим, я праздную потом сама собой дома, потому что у меня такая большая гордость, что я как генеральный директор, я большая молодец и так далее. А когда это мой личный доход, у меня какое-то такое отторжение. Плюс у меня я там не коплю деньги никогда, я их куда-то не инвестирую, еще что-то. Опять же, это говорит человек, который, ну, у меня магистратура в Швеции в одном из очень крутых вузов по финансам, гарвардский MBA. У меня даже CFA уровень один. Ну, то есть я к тому, что я знаю буквально, что такое инвестиции. Я прочитала эту тему масса книг и так далее. Вот. И у меня совершенно это не стало частью жизни. И я такая, окей, это очень интересно. А в этом году летом я сделала свой курс по менеджменту и стала его продавать в своем канале. Я передать не могу, как мне было плохо. Я попросила команду не говорить мне вообще, ну, не про одну продажу. Я не смотрела свой этот, ну, свой, соответственно, я открыла ИП. Естественно, мы платим все налоги и прочее. Вот. Ну, в общем, я, когда мне надо было там какие-то налоги заплатить, потому что мы на смену кварталов попали или еще что-то, я, в общем, зажмурившись, давала код своему ассистенту. Говорю, ты плати, я не хочу смотреть, сколько там. У меня просто тело болело. Мы когда закрыли продажи, еще три дня мне писали разные мои там близкие друзья с просьбой, пожалуйста, можно я докуплю, а можно еще что-то, а мне просто плохо. Ну, то есть я как-то там всем ответила, я пошла разбираться, почему мне так плохо. Поняла, что вспомнила рассказ моей бабушки про его папу, как его там раскулачили, они там всей семьей переехали там из одной места в Сибирь в другое место и жили как вот, ну, соответственно, в лагере, но там какой-то жизнью прям всей семьей. А вспомнила, у меня родители математики, и они из науки, они познакомились в магистратуре в МГУ как бы на написании диссертации. Вот. И папа до сих пор в науке, профессор высшей школы экономики, мама учитель, и я помню вот эти девяностые, как мы ходим на рынок, и как бы челночники, это не ругательное слово, но оно такое, особенное. То есть как бы продавать как будто бы стыднее, чем не продавать. И это не знаю, и я уверена, что мои родители не хотели, чтобы во мне эта мелодия осталась, но каким-то образом мне просто стыдно продавать, у меня тело болит. Я такая, окей, это очень интересно, наверное, надо делать этого побольше. Ну, просто чтобы, то есть как только я вижу, что где-то у меня дикий блок, я понимаю, что как бы, окей, этот блок влияет и на мой бизнес тоже, и на все остальное, что как бы со мной происходит. Вот. Поэтому я продолжаю туда смотреть. Я каждый вечер делаю с собой, буквально вот вспоминая вчерашний вечер, сейчас я читаю книжку про то, как проманифестировать деньги. Она такая эзотерическая, но там много максимально отдельных советов. Вот. И я вот вчера в ванной читала эту книгу, это Happy Pocket Full of Money. Можем дать ссылку. Антолика на английском. Да, на русский она тоже подведена, да. Антолика, фантастика. Вот, ты знаешь, я сейчас где-то там на 70% я в Kindle читаю. Вот. И я прямо, ну, такая лежу, у меня ванна большая дома, я люблю в ней зависать. И я такая, представляю, что у меня реально больше доход. У меня есть цель 4 на 4. Я хочу 4 источника дохода и в 4 раза больше. Это я себе год назад поставила, 4 источника я уже получила, вот. Другой, потому что они сильно неравномерные. Вот. В 4 раза не получилось. Но это вопрос, вот для меня сейчас, я просто знаю, что это только вопрос времени. И я продолжаю себе говорить, что деньги изобильны. Деньги реально изобильны. Ну, то есть вот на уровне одного человека миллион долларов, это жизнь, ну, как бы, ну, там, для любого россиянина это какая-то просто колоссальная, ну, другая жизнь. Да, это огромная сумма для индивидуальной семьи. А на уровне вот мира это ничего. Это просто капля. Вот. И в этом смысле я себя учу тоже думать, что деньги — это что-то, что действительно изобильное. Его много. Вот как любви много, друзей много, создания много, творчества много, денег тоже очень много. И это могут быть деньги мои. Я могу зарабатывать, у меня есть ценности. Я могу создавать, я могу не бояться, я могу не стыдиться этого. Я могу видеть большую ценность. Это тоже, ну, мы с тобой как два человека, кто занимается креаторством. Вот. И это тоже такая история. Я поняла всех своих врачей, которым стыдно цены на приём повышать. Просто всех поняла. Потому что так легко снимать YouTube, который просто вот я рассказываю, я делюсь, у меня тут не реклама, ничего. Просто рассказываю, пожалуйста, приходите. И насколько по-другому, когда я говорю, что да, вот теперь следующий ролик на эту тему, пожалуйста, записывайтесь. Вот регистрация, вот оплата, вот так далее. И люди действительно пишут, иногда просят скидки, иногда говорят, не можете сделать что-нибудь подоступнее и так далее. И это требует моей такой внутренней устойчивости. Я хочу так, я имею право так. У меня очень много контента дико полезного, и он открытый, он всегда будет. Я всегда буду продолжать это делать. Но есть какую-то часть, где я хочу зарабатывать. Потому что так, ну и вообще даже я не хочу даже объяснять, почему так. Просто хочу зарабатывать, имею право зарабатывать, буду зарабатывать. Короче, деньги важнейшая сейчас тема. Одна из вот важнейших, которые я прорабатываю, где я действительно хочу сделать прорыв. И в том числе, как только сделаю, вы увидите на моём канале. Ну, перезапуск курса. Ну, перезапуск точно будет не поэтому, а просто потому, что как-то он классно очень прошёл. Мне только сегодня написала девушка, она написала огромный пост у себя в Телеграм-канале, и меня затегнуло, поэтому я видела, что прошла мой курс и стала с удовольствием ходить на работу. И я понимаю, что вот если сказать, вот что я хочу пропагандировать, я хочу пропагандировать желание с удовольствием жить. А работа настолько огромная часть жизни, а корпоративная работа, я часто сталкиваюсь тем, что всем кажется, во, вот скучный офис, или там, не знаю, работаю на капитализм, или, ну, короче, вот какие-то такие, знаешь, ощущения, что это какая-то кабала. Я такая, нет, это не кабала. Корпоративная работа – это место, где можно встретить бойфренда или мужчину, или жену, где можно зарабатывать, где можно встретить очень много друзей, где можно смеяться, где можно отмечать праздники, где можно создавать очень много творческого, потому что офис – это очень-очень творческая среда. Вот, это у меня она может быть такая, ну, то есть все время в диком стрессом environment, да даже у меня она дико творческая. Мы так много ржем просто с моими коллегами. И я когда вижу, как много дает корпоративный мир человеку, и что внутри этих там восьми, не знаю, семи, восьми, девяти часов внутри рабочего дня так много можно сделать, и так сильно можно покайфовать, что это мое вот прямо такое огромное желание показать, что вообще-то на это можно смотреть, как на фантастическое творчество. И можно ходить на работу, конечно, уныло от звонка до звонка и сидеть тухнуть где-то в попытке там зайти, не знаю, в соцсети залипнуть, чайку попить лишний раз, еще что-то, и с ненавистью к каждой рабочей задаче, которая прилетела, либо к каждому корпоративному контакту. А можно посмотреть, что это как мой взрослый лагерь. Вот можно в школу ходить с удовольствием, некоторые дети в школу ходят с удовольствием. Можно в каникулах жить с удовольствием, там, не знаю, дружить, там, веселиться или все что-то. Можно в лагерь летом поехать с удовольствием, можно ровно с таким же удовольствием ходить на работу и там созидать, уважать себя, зарабатывать, расти, создавать связи, отношения и так далее. Поэтому курс я запишу перед этим, а деньги скорее, ну, просто вот я когда достигну свою цель 4 на 4, точно выпущу ролик на YouTube и честно про это расскажу. Ну, или, может быть, раньше выпущу. Ну, как только я почувствую, что я чувствую, что мне есть что сказать, потому что я прошла какой-то путь, который мне давался тяжело. И да, кто-то скажет, ну, как это вам тяжело, вы Гарвард закончили. А вот смотрите, один человек, который Гарвард закончил, у которого тело просто отторгает идею, что я могу зарабатывать в 2-3 раза больше, чем сейчас. Это несмотря на всё моё феноменальное резюме. И вот на этом парадоксе я и хочу из этого парадокса рассказать. То, как люди настолько специфически думают о деньгах, я же, ну, много общаюсь. Просто это фантастически, насколько по-разному мы думаем о деньгах. Кто-то нелепо тратит просто очень много. Кто-то экономит каждые 3 рубля, имея при этом, ну, там, проходы буквально. Сможешь, ну, и думаешь, почему так? Это так необычно. Кто-то, не знаю, ссорится дома в крик с женой, потому что, не знаю, они не могут договориться, как мы там, не знаю, мы идём в платную школу с ребёнком или не в платную. Хотя эта платная школа может быть там 2% от дохода всей семьи. То есть это не денежное решение, это какое-то усиленное эмоциональное решение. Вот. В общем, интересно. Кстати, напишите в комментариях, было ли у вас такое? Ты управляешь одной из крупнейших российских сетиклиник. И если, ну, вы точно входите в топ-10, и потому что по всем рейтингам есть одни и другие. И более чем две тысячи человек — это сейчас сотрудники. Угу. Но при этом ты пошла в YouTube в открытость и в откровенность. Да. И многие руководители, смотря на тебя, такие съёживаются, потому что эта стратегия выглядит максимально небезопасной. что завтра сотрудники начинают смотреть, как ты рассказываешь что-то очень интимное, что-то очень важное о непринятии себя, о непринятии своего тела даже, о деньгах, о доходах и так далее. И все такие, да ну, завтра же они не будут меня уважать. Так кто-то может про себя подумать. Как ты в этом всём приняла, а, решение, б, идёшь, у тебя получается, и я знаю, что есть ещё и результаты внутри корпоративные. Да, спасибо за этот вопрос. Мне так хочется, чтобы лидеры, ну, и руководители даже, лидеры и формальные лидеры, руководители больших должностей проявлялись, потому что это самая благодатная почва для управления компанией. И весь мой этот путь, он просто приносит мне только плоды, плоды, плоды. Но сейчас я поподробнее объясню. Началось всё очень спонтанно, потому что, ну, мы B2C-бизнес в том смысле, что к нам приходят пациенты, и как-то их нужно завлекать в компанию. И в этом смысле нам очень выгодно присутствовать в маркетинге, не мне тебе рассказывать, ты мне первый дал бы совет, что, Оля, вам нужно больше блогеров, больше присутствия, больше визуальной такой, не знаю, представленности, лицо клиники, иметь тон оф войс и все эти слова. И мы спорили с моей с моим главврачом и директором по маркетингу на каком-то очередном звонке в попытке, как нам работать с блогерами. И они мне рассказывали, что, слушай, Оля, блогинг — это фулл-тайм работа. Типа, хватит вообще ожидать, что это возможно. Я разозлилась. И так как говорю, сейчас я заведу канал, буду писать каждый день, буду тратить на это 20 минут в день. И чтобы вам доказать, что как бы никак это не повлияет на мою вообще рабочую производительность. И на этом драйве я просто села и спонтанно начала писать тексты. У меня было мало фотографий, я хотела завести Инстаграм. У меня просто было мало контента визуального, потому что мне негде было фотографироваться. Фотосессии я делаю раз в пять лет. Сейчас уже чаще, просто потому что я уже понимаю, что это нужно. Я ввела черновик в телеге. А потом увидела где-то Content Hero Challenge. Это как бы пиши каждый день. Это довольно помогает. Я люблю челленджи, мне помогает любая ритмичность. Я вот человек, который любит дисциплину, и я поэтому такая. Короче, для гиперответственных людей это помогает, потому что обещал написать пост. Написал. И я вписалась в этот челлендж и просто начала вести Телеграм. И он сразу взлетел. Взлетел не в смысле тысяч сотрудников или тысяч людей, но было понятно, что какой-то симпатичный, ну как бы людям нравится. Я сразу это стала чувствовать. Семья моя такая, как нравится. Кто-то еще подписался. Говорит, так интересно пишешь, пиши больше. Я думаю, окей, вроде я интересно пишу. Дай-ка я расскажу об этом сотрудникам. Я бросаю ссылку на какой-то свой пост в чат. Плюс 500 у меня сразу в канале. Ну, просто часть сотрудников пошла меня читать. Понимаю, что ничего не происходит. В том смысле, что нет никакого ненависти. Я переживала. Я реально переживала. Медицина бывает токсичной средой. В том смысле, что... Ну вот как только мы купили Скандинавию, это просто была какая-то отдельная мелодия, что пришла какая-то девочка. Мне тогда было 32 года. Я еще как бы дико молода. Не из Петербурга, не врач. Вообще непонятно, с каким образованием. Ну, в общем, как-то это было такое много очень негатива, что она нас понимает и так далее. И вообще она нас позорит всех. У нас как-то уволился врач, переслал ссылку на какое-то моё там одно из первых интервью со словами, что я вот поэтому ухожу, потому что эта женщина нас позорит. Я помню, мне прям реально было. До сих пор рассказываю, мне до сих пор обидно, если честно. Вот. Но я начинаю писать телеграм-канал. Вот. И понимаю, что негатива никакого нет. Вот. А дальше я начала такую штуку замечать. И поэтому я очень хочу, чтобы все заводили свои телеграм-каналы или какую, ну, любую форму вообще. Выбрали присутствие, потому что сотрудники стали меня лучше понимать. Я прям стала видеть это в их лицах, что и часть, у них какое-то произошло телесное расслабление, что они раньше не понимали, Оля реально это говорит. Вот что, вот она реально это имеет в виду? Или она почему-то делает вид, что это имеет в виду? То есть было какое-то всё равно недоверие, хотя я и как, ну, человек открытый, да. Вот. А тут я понимаю, что они читают мой пост. Один, второй, третий, четвёртый. Мои посты все одинаковые, вот как дерево этого стола. Это буквально так. То есть я ищу разные формы, но у меня там три идеи на всю вот мою медицинную изнанку, три идеи. Не знаю, любите друг друга, они такие ещё как бы в лоб прямолинейные, что давайте делать хорошо, давайте учиться новому, давайте пробовать, и надо любить людей. Всё, ничего больше я вообще не транслирую. Я просто ищу разные примеры подтверждения этим фактом. Я стала понимать, что люди как бы слушают, расслабляются, чаще со мной улыбаются, чаще мне что-то приносят. Я такая, как интересно, надо значит больше писать. Вот. Ну и дальше, соответственно, я продолжаю писать, 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 и вижу только классные плюсы. Меня стали звать на какие-то там конференции и так далее. Иногда там кто-то из пациентов, не знаю, меня цитирует. Кто-то из врачей приходит на работу со словами, мы читаем вашего генерального директора, она, ну не знаю, такая симпатичная. Вот. Ну часто говорят, что я настолько мило пишу, или обычно какие-то такие вот прилагатели используют, типа там, она открытая, не знаю, искренняя, вот это всё. В общем, я вижу только плюсы. Цифры при этом очень медленно растут, но растут у меня, не знаю, тысячи подписчиков. После тысячи уже очень легко писать. Уже есть ощущение, что, ну какая-то аудитория есть, то есть это не в никуда. А я в своём челлендже писать каждый день. Вот. И пишу, пишу, пишу. Ну и через два года этого, в общем, я как-то просто мне пришло вот введение, что надо идти в YouTube. Надо понимать, что в YouTube я пошла, имея в голове уже там 500 историй. Ну имеется в виду, у меня было написано 500 постов. Я, у меня есть такой образ, что я как будто, когда, например, беру тему, даже если вот завтра возьму тему деньги, да, и захочу снять 20-минутный ролик, то у меня в кармане как будто уже 20 бусинок на тему денег. И я просто соберу бусы очень быстро. Я сценарий пишу минут за 15, ну там, сидя в такси, просто микрозаметками. А потом беру телефон, кладу его на стол и в камеру рассказываю. Когда надо, беру паузу, что ещё хотел сказать. И просто рассказываю эти истории. Но так как я вела телеграм-канал, то эти истории как бы у меня уже были, они проработаны, они уже вышли из меня. Это не страшно. Имеется в виду, что они уже как-то выглядят как целостная, независимая история. И так вот получился мой YouTube. И что тебе ещё интересно рассказать? В общем, для сотрудников это оказалось таким примером, что так можно, что можно рассказывать. Они лучше поняли, что я имею в виду. Многим нравится. Кому-то точно не нравится, но как-то оно до меня не долетает. Вот прям реально не долетает. А другие, из другой индустрии я вижу, что генеральные директора тоже как-то меня читают. Я стала понимать, что я могу с кем угодно познакомиться просто потому, что у меня есть телеграм-канал и вот такая публичность. Вот. И что люди как-то относятся ко мне сразу симпатично, что мне нужно... А, кстати, ещё прикольный такой момент, что я, когда захожу теперь в коммуникацию, я могу быстрее просто очень глубоко начать. Мне не нужно объяснять, кто я, какая я и прочее. Люди сразу со мной дико откровенны, потому что если они даже чуть-чуть прогуглили про меня, они такие, о, а с ней можно быть откровенной, она как будто бы своя. И вот это ощущение, что я как будто бы своя, оно как-то дико мне помогает. Меня часто спрашивают, а что акционер? Акционер меня приводит в пример. А у нас, типа, есть открытый лидер. Вот Ольга Александровна у нас обычно такая открытая. Меня реально очень много смотрят, ну, коллеги. Он тоже меня смотрит. Немного, ну, имеется в виду, он несколько роликов вот так вот прощёлкал. Вот. Всегда говорит, что говорит, Оля, это такая фантастика, а ты на экране просто звезда. И каждый раз я такая смотрю, думаю, господи, как же я выгляжу в жизни. Почему? Я там звезда в жизни очень. Говорит, ты выгляжешь, кого-то очень хочешь преподавать. Я на этом тоже такая, мой мозг критический такой, в смысле, а вот как бы агент-директор я не очень, что мне преподавать лучше? Вот. Ну, то есть какие-то такие у меня. И он меня спрашивал, зачем ты это делаешь? Я говорю, это мой ответ на события, ну, текущую Россию. Это удивительно. Да. Потому что, ну, ваш акционер достаточно закрытый человек с точки зрения публичности. Да, да, да. И в целом группа компаний достаточно закрыта. И поэтому комплимент от него, это вот в этом контексте. При этом я не думаю, что он закрытый как человек. Скорее, он, наверное, для себя не нашел внутреннюю мотивацию, зачем ему идти вот публично выступать. Но он точно всем остальным говорит, что, кажется, мир просит открытости. И люди любят, когда есть какая-то жизнь компании в публичном пространстве. И когда генеральный директор либо ключевые топы имеют свое лицо, что это вроде классно. Вот. Поэтому он всегда только поощрял там и выступать, и рассказывать, и прочее. И недавно мне говорил про какие-то симпатичные слова, которые я произнесла про него в одном из интервью. И говорит, так интересно, так приятно. Спасибо тебе, что ты так сказал. Я говорю, всегда. Я всегда ваш амбассадор. Это правда. Я думаю, что и следующие 50 лет я буду амбассадор там части культуры, которую... Я при этом не могу тебя тут сразу же не спросить. Мне очень хочется про это, потому что меня восхитило. Ты в одном из интервью рассказывал о вашей концепции открытости с акционерам, что вы можете очень дать прямую обратную связь друг к другу. Это исключительная история для российского бизнеса. И то есть когда... Мы привыкли получать просто обратную связь в одном направлении, что когда вышестоящий по цепочке, он говорит, что в чем ты мудак. И прям конкретно по пунктам иногда с матами. И крайне редко, когда можно сказать что-то ответное, сказать, вы знаете, ну, а можно я тоже дам обратную связь? Даже такой опции у многих вообще в голове допущения ее нет. Как вы вообще договорились о том, что можно давать друг другу обратную связь? Это все он. Он просто заставляет тебя давать обратную связь, и она обязана быть критической. Просто раз в год это случилось вообще ни разу не со мной. Ну, то есть я пришла, и уже была практика, что раз в год есть диалог о цели, он всегда в календаре, он там займет 2-3 часа времени. Ну, если можно и чаще попросить, даже был период, когда он меня спрашивал, говорит, хочешь, мы будем чаще встречаться, например, раз в квартал. Вот, если тебе нужна помощь, мы давай поговорим. Вот. Ну, раз в год это у всех вот по календарю. А дальше там надо заполнить такую форму, где есть как бы 2 темы, за что похвалить, и 2 темы для развития. И ты обязан просто принести 2 топика. И даже если тебе очень-очень страшно, и ты вот помни о том, что русский менеджмент, скорее всего, как бы ты ему скажешь по-честному, а он будет 5 лет тебя потом хейтить за это честное признание. А вот говорили мне тут. Конечно, риск этого есть. Это небезопасное упражнение. Я скоро выпущу ролик про обратную связь. Это небезопасное упражнение. Не надо как бы без иллюзий. Мне иногда, например, знаешь, отвлекусь немножко, мне иногда пишут, например, люди, которые хотят у меня работать в Скандинавии, а вдруг у вас есть должность и прочее. Я иногда отвечаю, вот. А люди мне, например, присылают такую телегу с такой дикой откровенностью про себя, потому что думают, что я открытый, я пойму. А я на это смотрю, как, ну, я надеваю шляпу топ-менеджера, смотрю на это и понимаю, что я не хочу на работе решать психологические задачи другого человека. Понятно, что косвенно мы все как бы живем на работе, поэтому так или иначе задачи решаются. Но написать мне сообщение, если ты хочешь работать на меня, это не является безопасным упражнением. В том смысле, что я принимаю решение, и лучше бы фильтровать все, как бы, все сообщения, которые ты шлешь. Если ты хочешь получить от меня какой-то результат. Небезопасно в том смысле, что если я выступаю в роли, когда я выступаю в роли начальника, а человек от меня что-то просит, особенно работать на меня, то это по факту, ну, как бы, иерархическая штука, и поэтому я могу как бы посмотреть на сообщения, точно я буду выглядеть очень вежливо и прочее, а про себя решить, что с этим человеком работать не хочу. Поэтому любая коммуникация с начальником, она небезопасна по определению. Тут не надо, как бы, ну, ничего другого думать. Но сам факт, что твой руководитель требует от тебя две зоны развития, вот, и иногда, ну, там, первый год я как-то очень аккуратно подбирала слова, что я хочу сказать. Второй год, там, чуть менее аккуратно. Сейчас уже я всё равно подбираю слова, я всё равно помню, как бы, что мы не равны. Мы вообще ни разу не равны. Мы в позиции, что я работаю на вас, вы разрешили мне на вас работать. И у нас, как бы, договор, ну, там, определённый, очень конкретный. Но, конечно, я вижу, что он хочет услышать, и он в том числе слышит, чтобы ему стать лучше. Потому что мир настолько меняется, что он работает же моими руками. И поэтому, чтобы мои руки приносили больше акционерной стоимости, как-то, наверное, нужно Оле услышать, и нужно Оле помочь. И если Оля говорит, что вот это системная проблема, то давай это обсуждать. Может быть, что-то в этом есть. А бывает, что я что-то говорю, он такой, я тебя слышу. Ну, оно как бы не попадает в его зону решений, что тоже окей. Я же тоже могу как бы мимо лупить. Вот. Но это как бы всё от него идёт. И это, конечно, такой большой вот осмысленности, что мы управляем слишком сложными организмами. То есть игнорировать тот факт, что перед тобой живой человек. Живой человек что делает? Живой человек иногда болеет, иногда грустит, иногда теряет смысла, иногда разводится, иногда, не знаю, с семьёй проживают какие-то сложнейшие периоды. Вот. И это всё происходит буквально на работе. И поэтому игнорировать тот факт, что он человек, и думать, что он функция, это, ну, очень ограниченный подход. И мне кажется, все из больших вот людей в бизнесе, и сейчас это просто очень много, оно изменится. И русская экономика уже меняется, и русские олигархи меняются, и русские большие акционеры и бизнесмены меняются. Это будет не 100% компаний, но даже госкомпании меняются. Потому что всем приходится просто сталкиваться с тем, что с нами дела делают живые люди. И живые люди должны быть вдохновлены, должны чувствовать себя в безопасности, должны чувствовать доверительную среду. Я не думаю, что это, что то, что я произношу, это 100%. У меня не 100% доверительная среда в компании. Но она достаточно доверительная, чтобы я чувствовала себя свободной творить, креативить, чтобы мои люди чувствовали себя свободными, чтобы мы все понимали. У нас недавно был акционер день рождения, я ему тост говорила. Я ему сказала, что мы там, а мы много шутили, что иногда, допустим, поздно звонили. Я вспоминала какую-то историю, когда он мне позвонил поздно. Говорит, ты же не спишь? А я реально спала. Я говорю, нет, конечно, не сплю. И мы дальше все что-то стали шутить, что иногда вот так вот он звонил, и все такие, нет, 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 конечно, удобно говорить. А сам человек там одной ногой на каком-то, это, в плавках, на камне, там, в Турции, на Салцепёке. И такой, ну, конечно, мне очень удобно говорить. И мы как-то там весь вечер немножко об этом шутили. Но потом, а потом я под конец вечера сказала еще один тост со словами, что спасибо, что, ну да, я могу соврать на тему, сплю я или нет, и удобно ли мне. Но я знаю, вот всегда знаю, что если в компании что-то по-настоящему сложное случилось, а что только не случалось, я знаю, что мне безопасно прийти. Вот всегда знаю, что я приду, и я не получу как бы ушат какого-то гнева, что пришла, почему пришла плохую новость, или ты виноват. Вообще никогда этого не получу. Я знаю, вот я прям знаю, что я получу партнера в решении и сложной задачи. А потом будут какие-то последствия. Но сначала это будет партнерское решение задачи. Вниз тебе удалось это же пропустить? Так, чтобы каждый, и даже врач? Нет, врач нет. Врач точно нет. Команда моя, я знаю, что мои топы чувствуют себя очень свободными. И они чувствуют, что, ну, как бы, что, что бы они не принесли, у них тоже будет поддержка. Вот это я, ну, окей, я не могу знать на 100%, да, но я знаю, что в большой степени они знают, что я на их стороне всегда, что мы как команда вместе, что невозможно. Ну, как хороший лидер, это всегда хороший тренер в том смысле, что когда что-то получилось, я всегда скажу, что это благодаря Алене, благодаря Оле, благодаря Любе и так далее. А когда случилась хрень, я приду и скажу, что это я. Ну вот, что эта хрень моя, она на мне. Всё, разговаривайте со мной. И замыкну это вот так вот на себе. И в этом смысле, мне кажется, я так это, ну, стараюсь вот прям ровно по этой мантре жить. И я знаю, что мои люди чувствуют, что у них очень много свободы. Самовыражение, творчество, идей там. И, ну, все понимают. И есть какие-то правила игры, по которым, ну, там, когда нужен бюджет, и приходят. Когда там сроки там лажают, тоже приходят. Когда там нужно какое-то решение посоветоваться, приходят. А когда оно просто вот такая вот обычная жизнь, ты меня за кадром спросила, сколько людей я увольняла за свою жизнь. Я сказала, что, ну, может, 7, ну, может, 10, если вот всё вообще, вот всё-всё-всё. И дальше такое, мы немножко стали обсуждать, это много или мало. А я говорю, ну, в целом у меня не так много-то подчинённых было. В том смысле, что я не лезу. Вот у меня есть вот моя ключевая команда. Ну, не было ни разу события, что я лезу в решение, допустим, моего директора по маркетингу. Если она хочет поменять полностью вообще весь состав, вдруг такого не случалось, ну, у неё случались решения. Я только её спрошу, чем помочь, уверен ли ты, ну, как бы, поддержать ли тебя в чём-то. Или бы она приходит и говорит, слушай, ну, кажется, что надо выплатить 3 зарплаты, а не одну. Я говорю, давай платить 3, всё, успокаиваемся, говорим спасибо, делаем комфортно. Ни разу такого не было, что я ей скажу не делать этого. Или увольт, там, эту женщину, или, там, мальчик, он мне в коридоре, там, не знаю, не улыбнулся. Не поздоровался. Даже невозможно представить просто. Ровно. И так же акционер мой мне никогда не скажет. Ну, то есть он может меня спросить, а что ты думаешь на эту тему? У меня какие-то есть... У меня есть наблюдение... Он мне может сказать, так вот, у меня есть наблюдение, что как-то там не очень складывается. Что думаешь? Это не будет, как бы, решение, типа, иди увольняй. Или иди нанимай. Или обязательно, там, не знаю, что-то меняй. То есть это всё равно какая-то большая свобода. Но раз он мне доверил, то я делаю, что могу, а он меня контролирует другими рычагами. У меня есть любимая история про вашего акционера, который те, пока мы готовились, обсуждали как раз, про неумение людей отвечать на поставленные вопросы. Вот кто-то сейчас слышит такое в смысле, ну, это же какая-то абстрактная конструкция в смысле, все всегда отвечают на вопросы. Нет, что люди невнимательны к вопросительному слову. Зачастую, то есть под вопросом «когда» начинают отвечать «почему». То есть ты спрашиваешь «когда это будет сделано», а тебе говорят «почему это не может быть сделано вот сейчас» и так далее. А тебе вопрос «когда». Это, во-первых, поскольку я знаю, это человек, который у вас работал, но действительно ли это так? И можешь рассказать, почему это действительно является такой сложностью? Это действительно так. У нас есть любимая шутка внутри компании, что если акционер спрашивает «девочка, у тебя имя есть?», то единственный правильный ответ «да», а не «какое имя». Вот. И действительно, в среднем люди очень плохо отвечают на вопросы. Ты спрашиваешь, когда будет сделано. Человек предполагает, что ты сейчас его будешь ругать за то, что сделано не вчера, а будет сделано через неделю, и отвечает сам себе, то есть он сам с собой доконструировал твой вопрос и начинает отвечать, что «а почему у нас задержка?». Тебя вообще не волновало, есть ли там задержка, ты просто хочешь дату, потому что у тебя на эту дату завис много чего ещё. Вот. И люди очень невнимательно относятся к тому, какие слова от них исходят. Они невнимательно слушают собеседника и не утверждаются сделать паузу. Вот чтобы просто взять паузу и немножко отрефлексировать, «а что только что у меня Рома спросил, на какую тему был этот вопрос». Вот. Это происходит повсеместно. Происходит вообще в любой компании, не только в нашей. Просто повсеместно. Люди не умеют коммуницировать, в смысле, очень слабо коммуницируют. Дальше давай спросим, почему это важно? Почему это важно? Потому что на уровне топа-топа, особенно на уровне большого акционера или бизнесмена, твоя голова вот такого размера от количества дел. И ты хочешь очень точечного общения, очень конкретного и очень такого сутевого. А на уровне обычного человека у нас в голове тысяча проекций. Потому что ты можешь как бы… Ну, нам всё время страшно. И это вопрос, конечно, опять безопасности культуры и доверия. Потому что когда людям страшно, они отвечают на свои страхи в своей голове, а не на твой вопрос. И поэтому так всех штормит, что они как бы с задним числом или как-то начинают рассказывать всю историю за последние две недели, вместо того, чтобы сказать, типа, а когда вот оно будет сделано? И, кстати, верну… Здесь мне хочется сделать отсылку, почему лидеру очень важно проявляться публично, даже если это очень маленький канал, там, где сто подписчиков. Вот количество подписчиков вообще не важно. Проявляться важно, потому что, когда пишешь тексты, это заставляет очень чётко формулировать свои мысли. И заставляет озвучивать свою позицию. Озвученная позиция приносит очень много ясности в комнату. И это такое большое упражнение. И даже, ну, большим директорам очень страшно сказать, что я на самом деле имею в виду. А что у меня с проектом произошло? А что я хочу… Во что я верю? А почему эта миссия кажется мне важной? А почему мы инвестируем ровно в этот продукт? А почему мы сейчас цены повысили? Или вот всё лето я писала посты, у нас мы эти системы меняли, и пришло это очень сложно. А так как я сама себе была в челлендже писать каждый день, я поняла, что я не могу не написать. Ну, это будет просто очень нечестно. Потому что пациенты приходят в Скандинавию, не могут записаться, видят, что что-то происходит. Сотрудники говорят, я не могу это не написать публично в канале. Это очень прикольное упражнение для меня, как для лидера, чётко словами, написанными на бумаге, объяснить, что сейчас происходит, сказать, что я несу за это ответственность, что будет дальше, и на что вы можете все рассчитывать. И поэтому пишите тексты, они вас сделают гораздо более чёткими в коммуникации и с своими людьми, и с акционерами. Как, будучи человеком с очень большой зоной ответственности, сохранить свободу? Для меня это первое реально разделяет свою идентичность, что я не есть генеральный директор. Это одно из платьев, которое мне нравится носить. Оно может быть сегодня моё любимое платье. Если завтра я это платье сниму, я не уничтожусь. А у меня останется что-то ещё. И ровно это упражнение я делаю в том числе, как не потерять свободу, будучи женой, как не потерять свободу, будучи мамой, будучи россиянином, будучи прочим. У меня очень много этих платьев в гардеробе. Я люблю их менять, люблю их носить, но я больше, чем мой гардероб. Вот что-то во мне, вот я это называю живая душа, я не нашла лучшего определения. Оно сильно больше, чем это. Второе, что мне помогает, это всё время возвращать себя к смыслам, что я хочу создать. Вот я хочу создать любовь или страх. Вот я сейчас хочу наорать. Вот у меня бывают дни, когда мне просто хочется убить. Просто хочется вынести вообще, просто всех уволить, наорать. Просто кинуть чем-нибудь. Я же тоже живой человек. И бывает, что всё идёт просто не по плану. А дальше я думаю, я вот что хочу посадить? Вот что хочу? Я хочу сделать ещё более больно? Хочу, чтобы они как бы, ну, хочу выместить на них там свою какую-то агрессию? Или я хочу, чтобы мы вырулились из этой ситуации с каким-то уроком? У меня подруга недавно рассказывала, мы с ней в Гарварде вместе учились, что она работает сейчас в Австрии на американскую компанию, что она стала работать с коучем. Он ей говорит, ты думай о себе, как о садовнике. И твои люди — это твой сад. И дальше иногда там есть сорняки, их надо полоть, это нормально. Но дальше каждое твое слово — это либо семена, либо полить водой, либо удобрять, либо подрезать, не знаю, кончики и так далее. Относись к своим словам как садовник, вот как будто ты мудрый садовник, который растит твой сад. И я себе задаю вопрос, вот что я создаю, что я создаю, зачем я создаю, какой у меня высокий смысл в его существовании. Или иногда, например, там на Ютьюбе у меня ребята мои, чтобы Ютьюб больше рос, помогает провоцировать какие-то радикальные такие позиции. И у меня вышел ролик про Гарварда, было очевидно, что он станет хитовым, потому что тема абсолютно хитовая. И он назывался «Высшее образование переоценено». Потому что я в конце его заканчиваю, что оно необязательно. И мне прислали просто скриншот, я сама не смотрю свои ролики, чтобы не лезть как раз, и не критиковать обложки и так далее. И мне присылает этот ролик, просто друг говорит, смотрим с женой вечером, классно. А я присылаю своим, говорю, слушайте, я не хочу это называть, «Образование переоценено». Я люблю Гарвард, я уважаю его, я благодарна этим двум годам, которые со мной произошли. И да, я говорю в ролике эту фразу, «Зооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо все равно. Я хочу приносить в мир созидание. Вот пусть будет одна женщина, которая будет говорить, давайте любить друг друга, давайте любить друг друга, давайте любить друг друга, давайте любить друг друга. И это помогает мне иметь ту самоустойчивость, потому что я про это, и когда я знаю, что я про это, я думаю, я справлюсь со всем остальным, что приходит. Недавно смотрел интервью Михаила Токовинина, и меня очень зацепила идея, которую она там озвучила, что в любой компании 10% сотрудников всегда, несмотря ни на что, работают хорошо. 10% работают достаточно посредственно, а 80% работают так, как принято работать в этой компании. Хорошие. Меня невероятно зацепила эта идея, и я с ней согласен. Понятно, что там можно отходить от цифр Парета, и у кого-то будет как-то по-другому. Как ты умудряешься создавать среду, в которой люди хотят работать? Во-первых, у меня не получается создать прям идеальную среду, где люди хотят работать. У нас недавно был опрос вовлеченности, у меня вовлеченность может 59%, это очень мало. Хорошая вовлеченность с 80%. Это значит, что у меня 40% сотрудников не хотят ходить на работу, или, по крайней мере, не чувствуют, что они счастливы ходить на работу. И я могу тебе долго рассказывать, что вопрос вовлеченности совпал с днем перехода на новую эти систему, или на тяжелый рынок труда, или еще что-то, но это все отговорки. И в целом на специфику. Правда в том, что у меня не получилось создать, если есть у меня печаль, вот если есть у меня печаль, это она, у меня не получилось создать ситуацию, где там реально какой-то цветущий сад. Сад вот сегодня выглядит так, что там очень по-разному, и люди ощущают себя по-разному. Хотя, конечно, я знаю, что есть те, кто прямо кайфует именно от того, что создается. Но есть те, кто не кайфует. Что мы делаем? Во-первых, я всегда говорю, что медицина, вот конкретно медицина, это отрасль, где два клиента. Это пациент, это наш сотрудник. Я когда-то неделю провела на приемах у наших педиатров, просто сидела в белом халате, аккуратно, как будто я медсестра просто наблюдала за происходящим в кабинете. Вышла оттуда абсолютно другим человеком. Вот если было у меня поворотное событие в жизни, это оно, потому что я увидела, что я могу что угодно врачам рассказывать из своих презентаций и своего там высокого этажа и кабинета. А в реальности вот врач внутри кабинета с пациентом один на один. И пациент не спрашивает у врача, как у него дела, никогда. Он приходит, либо рассказывает, просто в жизни в педиатрии много такого классного базового разговора, либо рассказывает, что у него болит. И врач вот в этом один. И если я что-то хочу от врача, я должна создать такую среду, где он не просто захочет меняться, где он самым естественным образом будет чуть по-другому себя действовать. Я вышла, я такая решила, что вот тогда я прям приняла важнейшее решение, как генеральный директор, говорю, мы перестаем использовать слово «должны» или как-то было «должны», запретить, заставить, наказать. Больше мы это не используем. И да, я иногда это использую, и каждый раз я клянусь. Вот каждый раз, когда я про себя говорю, что врачи мне что-то должны, у меня в голове такой звоночек, такая, Оля, убирай свое слово «должны», и я пытаюсь сама себя перезаписать. Потому что я поняла, что чтобы врач вот лечил с той степень внимательности, заботы, профессионализма, с какой я хочу, я должна создать такую среду уважения к врачу, что он понимает, что вот здесь для него. И ему сделали очень удобно. И да, вот IT-систему, когда мы поменяли, мы сделали очень неудобно врачу. Я надеюсь, что это временно, ну в этом и смысл, что мы там поменяем и сделаем там сильно лучше, чем было. Но сейчас мы сделали прям сильно неудобно. Но при этом все остальное, вот что у нас, оно для врача. Вот хочешь любые расходники, у тебя в кабинете всегда суперчисто. Если у тебя сломалось оборудование, тебе дико удобно и очень быстро тебе вот на одну кнопку нажать, позвонить, тебе сразу помогут. Ты знаешь, кто твой руководитель по медицинским вопросам, там у гинеколога есть главный гинеколог. Ты знаешь, кто у тебя руководитель по организационным вопросам, когда отпуск, когда замена, когда прочее. Вот. К тебе там, не знаю, прислали пациента. То есть вся система, вот вся система от администраторов, там кул-центра, айтишных наших инструментов, она про то, чтобы сделать пациенту настолько удобно, чтобы он приходил, приходил, приходил в Скандинавию. Знакомить друг с другом. У нас есть, я сделала невероятное количество каких-то личных инициатив из серии, что напишите мне истории «Тронуть сердце». У меня прям так называлась акция «Тронуть сердце». Про ваших коллег, кто как-то вас растрогал. И я лично писала там, ну, множество. Ну, там, каждый раз это больше 200 открыток. Вот одна такая акция, которую я лично пишу от руки разными словами. Я говорю, спасибо, вы тронули мое сердце, вы тронули сердце коллега. Я пишу эти открытки каждому, кто рассказал историю, потому что это тоже большой подвиг рассказать историю про другого человека. И каждому, про кого эта история. Дарю лично какие-то подарки и прочее. Просто чтобы показать, что вот эта культура, которую мы строим, каждое хорошее действие, это не просто так, это не всё равно. Это действие, которое что-то меняет. И я всё время это рассказываю. И так как я это всё время рассказываю, это тоже каскадом идёт, что все знают, что это важно. Все знают, что Скандинавия — это место, где сегодня внутри тепло. Внутри тепло. Вот случилось, когда события 22-го года, мне это Миша Иванович, из подписных изданий, это лучшие книжные в России, рассказала, что вот я не знала, что делать с моими книжниками. Они абсолютно гуманисты. Люди, они просто самые уязвимые. В этом смысле, что бы ни случилось, они первые поранены и в испуге. И он говорит, я их просто собирала, говорила, снаружи холодно, внутри тепло, снаружи холодно, внутри тепло. И я взяла у него, заимствовала у него эту фразу и тоже ходила, просто говорила, в Скандинавии — это когда снаружи холодно, внутри тепло. К нам приходит пациент, чаще всего не потому, что он хочет здесь быть. Чаще всего он боится, что-то происходит. Мы не можем ему обещать, что мы вылечим, не можем. Медицина не точно наука, и мы живём под другим законам. Но мы можем пообещать, что мы взяли эту руку помощи, что мы для него рука помощи во всех этих процессах. И я это говорю, говорю, говорю. А из-за того, что я ещё это говорю из каждого утюга, что ты дома пришёл, и такой, а она здесь, ещё в Ютьюбе, лицом нашла. И они знают, что мне это важно, и они знают, что это настолько важно, что это становится частью большой системы, что внутри Скандинавии очень много процессов заточено, чтобы все так себя чувствовали. И да, я повторю, что у меня не получается в той степени, в которой я хочу, чтобы получалось. Я даже передать не могу, насколько мне грустно от этого. Ну, то есть есть за что-то, за что мне грустно. Это от того, что у меня ещё не получилось. Вот у меня не получилось сделать так, чтобы каждый врач чувствовал себя в безопасности. У меня есть такая метрика. Я тогда думала, какая компания хочу построить с точки зрения HR-бренда? Я сформулировала это так, мне до сих пор кажется, что это довольно классная формулировка, чтобы каждый сотрудник мог представить себя в компании следующие пять лет. Что это значит? Это значит, что я знаю, что мне будут достойно платить, и мою зарплату будут повышать вместе с инфляцией. Это значит, что если за эти пять лет мне захочется расти, мне дадут возможность роста, будь то сугубо профессионального или административного. Это значит, что я знаю, что там достаточно интересно, и у меня там дружелюбная атмосфера, у меня там друзья, это часть моей жизни. Это не значит, что они обязаны не увольняться в следующие пять лет, но это значит, что я так смотрю в горизонт и понимаю, что у меня нет телесной боли, у меня тело не сжимается от ощущения, что я еще пять лет здесь проведу. И для меня это такой ориентир, вот какую я компанию хочу создать. Я говорю, оно не получается на сто процентов, но мы все время об этом думаем, как сделать так, чтобы люди чувствовали, что это место, где это не только работа, где это место, где случается жизнь, и это место, где мы очень-очень нужны. Последнее, что скажу в этом эмоциональном спече, когда IT-систему, у нас там случился такой недельный переход, когда мы хотели перейти, отключили расписание в старой системе, стали переводить его в новое, поняли, что у нас модуль лаборатории не стыкуется, и, короче, не смогли перейти. И были 10 дней вот в этой промежуточной зоне, это просто был полный трэш, потому что у нас не попало в поликлинику 30% пациентов, потому что мы закрыли онлайн-запись, колл-центр просто рухнул, его невозможно было расшить, вот эта доступность, ну, просто он рухнул в звонках. Ну, в общем, случился такой коллапс в августе месяце. У нас абсолютно все были, весь офис был обучен в этой системе работать, потому что мы знали, что нам, ну, может понадобиться насесть и начать записывать пациентов вручную. И мне вот моя финдиректор рассказывает, как раз в тот период, мы пошли там поздно ночью поужинать, и она говорит, что я как раз села там биопсию, ну, записывать пациентов на биопсию. И, говорит, поняла, что у меня мама два года назад умерла вот ровно от этого. И, говорит, меня накрыло вообще фантастически, ну, вот я вообще от всего этого сознания. И я, говорит, ты понимаешь, там сотни имен, и я их записываю, записываю пациентов. И понимаю, что каждый из них переживает. Ну, дай бог, у них у всех будет другая вообще история судьбы, чем у ее мамы. Но, тем не менее, у ее мамы тоже была пациенткой Скандинавии. А я сижу, у меня до сих пор мурашки, а я сижу и понимаю, что вот тогда я поняла, что мой бизнес не про деньги. Я клянусь, это вот случилось только тогда. Потому что до этого деньги, ну, в смысле, деньги в том плане, масштаб, там, растем, растем, растем. А тут я понимаю, что Скандинавия это не просто место, которое зарабатывает. Это место, где вот сто человек вот в тот день хотели прийти на биопсию, потому что их что-то тревожит. Просто так на биопсию не ходят, да? Это значит, что их что-то тревозит, они хотят сделать дополнительное обследование. А мы их вот тогда подвели. Ну, подвели, потому что не смогли записаться. То есть они пришли к нам в тревоге, а мы их подвели. Вот я лично их подвела. Я смотрю, как будто я их лично подвела. И тогда я поняла, что мы очень нужны. И в этом смысле круто растить бизнесы, которые, ну, когда ты знаешь, что он нужен. И он нужен, ну, вот глобально, он прям нужен. Что будут пациенты, которые вот сейчас вот они, переживания. И, в общем, мне кажется, это об этом важно говорить. И об этом очень сложно говорить, когда ты гендир. Потому что когда ты гендир, ну, если акционер со мной будет говорить про плачущих, умирающих родителей, ну, всё, мы вообще никуда не двинемся. Ну, потому что мы просто с ним будем в обнимку реветь. И ничего нового и смелого у нас не получится, да? То есть ты меня понимаешь, наверное, как никто. Поэтому мне приходится быть головой вот в этих очень прагматичных цифрах, а при этом какой-то своей частью всё равно погружаться. Ну, потому что иначе я не могу эту махину двигать. Я не могу там растить ту самую человечность, внимательность и среду. Если я не погружаюсь и не понимаю, что за этим всем живы из жизни. Вот они прям буквально живы из жизни, и люди, и судьба. И, в общем, как-то так. Как здесь балансировать свою ответственность? Как научиться с ней взаимодействовать так, чтобы она тебя не раздавливала, и ты не был в гиперответственности? Первое — знать, что ты никогда не один. Никто из нас не один. И акционер мой не один. На нём ответственность фантастическая. И я уверена, что он думает, что он один. Но даже он не один. И я так много часов с психотерапевтом прорабатывала вот эту тему, я всегда забываю, что я не одна. Вообще всегда. И просто секунду, мне кажется, всё. Оля сама с собой. Я включаю какой-то режим выживания, опираюсь на себя. Ну, потом, естественно, болею телом. Ну, в смысле, потом это находит отражение в каких-то других проявлениях. Но я никогда не одна. Это всегда. Вот моя команда всегда со мной. Им так же не всё равно. Вот так же. Просто мне нужно, и нам всем, кто с этой гиперответственностью, нам нужно помнить, что мы всегда коллективно. Не вообще, к огромному количеству людей не всё равно. И достаточно просто иногда сказать, что я очень переживаю, я расстроен и так далее, и люди будут помогать. И в этом смысле, вот для ответственности это очень-очень спасает помнить и заставлять себя помнить, что я не один. Второе. Относиться тоже немножко с высоты в том смысле, что мир цикличен, и будут разные периоды. Но они будут разные. Бывают периоды какого-то полного разрушения, бывает потом полного создания. Ну, у меня в Скандинавии наш бизнес такой довольно стабильный в том смысле, что он растёт. И когда я там расстраиваюсь про август, это значит, что он просто там мог расти вот так вот, а растёт вот так вот. То есть это не... Но в жизни длинные циклы. И бывают циклы вдох-выдох. Бывают циклы вот эта зима, какое-то сжатие, а потом расцвета. Бывают у компании, когда ты набираешь силы, а потом вот так вот врастёшь. Или, например, все мы, кто нанимал когда-то людей, знаем, что люди с первого раза не перформят отлично. Они иногда вот так вот медленно-медленно-медленно а потом выстреливают, как скачки роста. Ну, вот как дети. Дети растут, они вроде что-то не говорил, не говорил, а потом резко заговорил. То же самое часто бывает с сотрудниками. Это крайне редко такое линейное развитие. Это часто какие-то скачки. То вроде вот он тебя почти бесит, и ты уже такой думаешь, блин, может, я не ту ставку сделала. Потом раз, и он, видимо, набрался каких-то мускул, и он выстреливает на новый уровень. Почему я говорю про это в режиме ответственности? Что помогает расслабиться. Оно будет по-разному. Мы не можем законтролировать этот мир на вот эти вот... сжать его до полного контроля. Не получается. Мир умнее и страннее, чем мы о нём думаем. И вот метафора циклов мне очень помогает, потому что я и про себя знаю. У меня есть циклы, когда я настолько продуктивна, что я сама себе кажусь сверхчеловеком. А бывает, что я просто встать не могу. Я только... Ладно, полежим. Завтра вскочим, а пока полежим. Ещё про ответственность. Что она всегда дана по силам. Ну, если дана, значит, по силам. Не бывает такого, что нам что-то дали, а у нас этого нет. Как, знаешь, не бывает, что если я вижу в тебе красивое, сто процентов это во мне есть. Я способна увидеть только то, что во мне есть. Ну, как и некрасивое, но я люблю позитивное. Поэтому вот я когда вижу и восхищаюсь кем-то, ну вот он такой, такой большой, такой смелый. Я понимаю, а потом я тоже большая и смелая. Иначе бы я этого не видела. И аналогично с ответственностью. Если мне дана эта ответственность, я могу её вынести. Могу. Будет сложновато, будет интересно, будет как-то, но я могу. Как ты работаешь с тенью и работаешь ли? Работаю. У меня вообще есть мечта. Я хочу быть сверхчеловеком, хочу быть растянутой настолько широко, чтобы у меня, в принципе, не было никаких запретных сюжетов в моей жизни. Что это значит? Что я в какой-то момент поняла, что я настолько принципиальная, что, типа, никогда не вру. Не хочу никогда врать, хочу быть человеком, который всегда говорит правду. А потом поняла, что если я не умею врать, то, может быть, это не выбор. Может быть, это моё, как бы, суперограничение. Вот. Или то же самое с добротой. Я довольно экологичный, ласковый человек. И это вот первое, что скажут мои сотрудники, что Оля там никогда не орёт, Оля очень комфортная, Оля такая эмпатичная и прочее. А в какой-то момент я поняла, что мой рост только в том, если я научусь просто на три буквы посылать. Вот так вот, с разбегу. Это не значит, вот сейчас внимание, это не значит, что я буду массово посылать. Это значит, что я поняла, что когда я только в таком режиме умею, это меня делает вот такой узкой. И моя зона развития эмпатии, это на самом деле, вот я научусь посылать просто вот прям с левой ноги, вот за секунду времени, просто получая максимальный импульс, что как бы так себя не ведут, и прям трёхэтажным. И вот когда я это сделаю, мне достаточно будет даже один раз это сделать. Я пойму, что вот у меня спектр моей внутренней эмпатии и ёмкости просто расширится, потому что доброта — это всегда зеркально к агрессии. Вот оно вот вместе. И мне, чтобы двинуться туда, мне нужно принять в себе, что иногда единственное здоровое, зрелое, осознанное, правильное решение — это просто трёхэтажно, максимально быстро ответить. Аналогично, да, если я не умею врать, то, может быть, не надо делать вид, что я всегда такая правильная. Может быть, мне достаточно один... Ну, и при этом, я говорю, для меня это достаточно осознать. Потом один раз, я помню, недавно с гаишником у меня был разговор, и я что-то затираю просто, и сама такая параллельно. Нормально, я вру просто вообще, и мне не стыдно. Я понимаю, что мне не с ним первый раз в жизни. Я говорю просто полно, ну, как бы вот... Но на самом деле он говорит, что первый раз в районе, я говорю, вообще первый раз. А стою я напротив дома мамы с папой. Вот просто буквально. И мама... И такая, думаю, только мне мама из окон не стала орать, когда ты наконец-то с машины выйдешь, потому что окно, и просто вот в трёх метрах как бы они на втором этаже живут. Но самое интересное в этом, что я... Мне вообще не стыдно. Я думаю, как интересно. Как интересно я прокачалась. И сейчас это не значит, что я вот сейчас всем вру. Мне вот... Мне всё ещё неинтересно врать. Но про себя я знаю, что я могу. И поэтому я всё время ищу. Мне вот хочется уметь всё. Мне хочется... У меня однажды... У меня было такое страннейшее какое-то лето. Несколько лет назад мне звонок. Одновременно у меня было два звонка, и предложение было с какими-то друзьями. Короче, мне предложили дать взятку и потом наркотики с разницей в 10 минут. Я такая... Чё-то интересное мироздание подкидывает, потому что явно, короче, тень пошла звучать. Вот как бы на минуточку... Я как бы против коррупции, против наркотиков, очевидно, да? Но сам факт того, что я такая сижу и понимаю, как интересно складывается жизнь. Что как бы... Ну, как бы пространство тебе рассказывает, что и так вообще-то тоже можно. Эта опция тоже есть. Поэтому я бы хотела быть человеком, который вообще может всё. Вот просто всё. Вот всё, что можно мочь, я бы хотела мочь. Я в этом смысле думаю, что я скоро пойду на актёрское мастерство, в театр, чтобы просто проиграть все сюжеты, которые можно проиграть, чтобы знать, что у меня есть к этому доступ. И чтобы не думать, что это закопано под ковёр. Как раньше... Ну вот, я как человек, это у кого очень плохо с агрессией. Вот эту тему послать на три буквы, она для меня, ну, как бы невозможная. Вот. Ну и до сих пор она такая очень сложная. И эта закопанность под ковёр влияет. Потому что потом я, вместо того, чтобы честно человеку в обратной связи сказать, что вот так не окей, я там это замыливаю, там ещё что-то, потом спонтанно увольняю, потом сама себя за это ругаю. И всё это какие-то безумные циклы. Либо это, знаешь, превращается в какую-то пассивную агрессию, где я из-под тяжка всё время недовольна. Все вокруг считывают с меня, что Оля чем-то недовольна. А Оля никак не может словами внятно озвучить. И я вот сейчас уже в себе это вижу. Я ещё не очень научилась как бы абсолютно конгруентно туда двигаться. Но я вижу, что это как бы фонит. И это неприкольно. Иногда у меня, знаешь, после какого-нибудь зум-звонка, где я на конференцию вещаю на сотрудников, я выхожу, у меня как будто лицо болит. И я такая думаю, что у меня с лицом? А потом понимаешь, что я изображала вежливость и радость. Изображала. И у меня мышцы аж застыли, так что мне хочется их сжать. Потому что как бы это было неестественно. И когда я такое вылавливаю, я такая, факт, не окей. Не хочу быть таким человеком. Хочу, чтобы вот оно всё просто как будто лилось как потоком через меня. И я могла быть где угодно. И чувствовала себя в этом настолько по-настоящему цельно, чтобы и оно и отражалось от меня, как вот этот человек, у кого как бы... Вот есть слово конгруентность, целостность. Вот ощущение какой-то правды от человека. Вот мне хочется так. И опять же, я не... Ну, я только двигаюсь туда. У меня ещё длинный путь. И как я работаю с тенью? Я всё время вылавливаю. Мы уже немножко об этом поговорили. Всё время вылавливаю, где я завидую, где я осуждаю, где мне очень страшно, где мне... Ну, вот любые эмоции, когда мне внутри особенно фонит, и когда меня триггерят другие люди или другие сторис, я такая, окей, значит, это во мне есть. Значит, тень говорит, тень говорит, тень говорит. Я могу прям слово тень использовать. И в этом смысле я с концепцией хорошо знакома. Вот. Ну, а дальше иду как-то это... себя расширять. Последний вопрос, который я тебя хотел спросить. Он про доброту. На меня неизгладимое впечатление произвело твое видео, где ты говорила о том, что миру нужно больше добрых людей. Ты можешь немножечко рассказать про эту концепцию твою? Да, я говорю, там такой мощный спич, он сам родился просто под камерой, что миру не нужны больше умные люди, умных людей достаточно. Миру нужны люди с сочетанием ума, интеллекта и доброго сердца. Мне кажется, это ко мне пришло вот в наши последние пару лет в стране, когда мне стало понятно, что нам нужно договариваться каким-то другим способом. Вот нам всем коллективно нужно договариваться другим способом. Я не знаю, как это называется. Это та самая бирюзовая организация, которую никто не видел. Но очевидно, что эта модель просится, потому что мы все об этом говорим и все мечтаем ее увидеть, чтобы увидеть, что так можно и туда пойти. Может быть, это какие-то еще формы. Я отказываюсь верить, что мир — это win-lose, штука win-lose или zero-sum-game. Это игра с нулевой суммой или где, чтобы нам с тобой было, ну, чтобы мне было хорошо, я должна у тебя отобрать. Как если мы с тобой, например, прямые конкуренты, я кока-кола, ты пипси-кола. И мы такие, блин, ну, люди выпивают по три банки в день, поэтому если я хочу продать эти три банки, мне нужно, чтобы ты стал нулем. Вот это такая классическая, весь капитализм живет по вот этой игре с нулевой суммой. А вот у меня когда... Ну, я не могу больше смотреть эти новости. Я в целом уже не смотрю новости. Но я понимаю, что должен быть какой-то другой способ. И я в попытке вот найти этот другой способ стала думать, окей, а что может быть ответом? Вот где не существует концепции «ты мне, я тебе». Ну, в смысле, чтобы мне вырасти, мне нужно у тебя отобрать. Потому что бизнес по определению как будто бы такой. Кроме ниши, где просто весь пирог можно расти. В этом смысле я в медицине чаще говорю, что можно расти пирог, можно продолжать чекап. Ну, то есть мы так много недолечиваемся, на самом деле, недообследуемся. Но это тоже немножко иллюзия, потому что, конечно, мы конкурируем. Ну, то есть вот когда у меня слег, ну, то есть когда в мой колл-центр нельзя записаться, люди, кому очень надо, берут и записываются конкурентом, ну, без иллюзий. И я стала думать, а где вот эта зона, где мы можем не конкурировать, а что-то создать вместе, где вообще нет конкуренции. Поняла, что единственный мой ответ, на который я ответила, творчество. Творчество, вот если я придумаю идею, моя идея, ну, она по определению моя идея. Ты не можешь сравнить Бейонсе и Битлз. Они оба, они все велики. Да, не можешь. Или Битлз и Квин. Ну, не можешь. Они велики. Они не конкурируют. Ну, то есть они как будто бы конкурируют иногда в чартах, да, или во внимании к зрителю, но каждое из этих явлений настолько самобытно, что оно просто есть. И вот в этом смысле, если я завтра напишу книгу, или я напишу вот сегодня пост, телеграмм в этом смысле канал стал для меня настолько спасением, потому что я понимаю, что пост я могу написать какой угодно. У него нет стоимости. У него нет конкуренции. У него есть просто вот видео могу записать какое угодно. Вот какое захочу, такое напишу. Вот я там надела кокошник и что-то вещала про взросление женщин, потому что мне 40 лет недавно исполнилось, и мне это волновало. И прямо сказал, вот я хочу видео в кокошнике. Могу себе позволить. Точка. Акционер, кстати, мне на это сказал, так странно выглядишь, мне так нравится твое видео, а вот это, конечно, очень странно. Говорит, ты прям немножко неадекватна. Зато мне было очень весело. Он такой, ладно, ладно, тебе весело. Ну, понимаешь, да, творчество. Ну, такое вот. И в этом смысле, мне кажется, люди, которые перестанут думать, что мы живем только за цифры, топ-менеджеры сейчас, чаще всего это мужчины. Тема, на которую я вечно спорю. Вот я единственная генеральный директор женщина среди прямых подчиненных у моего акционера. А женщин генеральных директоров меньше 10%. Вот женщины чар, скорее всего, там 90 плюс процентов. То есть вот женщин на уровне CEO минус один уже достаточно много. В этом смысле мы сильно более продвинуты, чем Америка, чем Европа и так далее. Коммунизм нам помог. У нас у всех мамы работали. Для меня это основная причина, почему женщины у нас в России довольно успешные. Потому что мы все видели работающих мам, и нам легче просто пройти этот путь дальше. Но гендиректорство, это все еще, блин, вот эта зона, где нет женщин. А больших предпринимателей женщин прям мало-мало. Женщин в политике, вот, которые прям с должностью большой, тоже мало-мало. Мне все говорят, ну вот в Госдуме где-то они там сидят. Ну я не знаю. Ну вот если я тебе скажу, назови мне женщин в политике, ну ты назовешь пару имен, но это все равно меньше, чем мужских имен. Пропорционально это не половина. Вот. И кажется, что мне хочется, чтобы люди, которые принимали решения, они просто использовали больше метрик в своих решениях. Почему вот у меня пришла идея про эту доброту? Потому что если у нас метрика только интеллекта, то ты работаешь только на эффективность, только на деньги, только на скорость, только там на какую-то вот ключевую метрику. А если ты думаешь про что-то еще, а давайте просто жить весело. Почему нет компаний, которые ставят себе метрику, чтобы нам еще было весело жить? Ну потому что как бы, ну на что мне скажет любой умный человек, потому что тебе к шашечке ли ехать? Потому что если слишком весело жить, то вы как бы умрете, и у вас нет долгосрочной устойчивости. Я такая, ну да-да, конечно. Поэтому надо как бы и зарабатывать уметь, и, наверное, может быть, весело жить. Вот. В общем, мне очень хочется, очень хочется, чтобы мы все расширяли свои представления. И я уверена, что это возможно. Я уверена, что это разговор не только мужчина и женщина, потому что, ну, те из нас, кто родители, то, как мужчина гладит спинку своему ребенку, ну, это фантастика, да. Я помню, я читала, слушала подкасты, там мужчина один рассказывал, что у меня появились дети, и я понял, что я люблю их больше, чем того требует эволюция. Что я читаю в книжках, что мне надо его любить, чтобы человек выжил. А люблю я его сильно больше, чем требуется, чтобы просто его кормить. И эта любовь не имеет как бы метрики, она просто есть. И в этом смысле мы все были детьми, и каждый из нас хочет быть любимыми. Вот каждый, каждый мужчина хочет быть поглаженным вечером. И если не буквально поглаженным, да, буквально чувствовать вот это присутствие дома, что это дом, где меня приняли. Вот меня приняли такого, как я есть, с моими эмоциями, с моими новостями, с моими зарплатами, которые, может быть, ноль. Ну вот ты как предприниматель знаешь, что может быть ноль, а может быть минус, не дай бог, а может быть какой-то успех, да. Просто хочешь вот это ощущение принятия. Каждый родитель хочет своему ребенку, когда тот плачет, просто укрыть его и сказать, я тебя люблю любым. Вот я сын, у меня однажды друг мой предприниматель, мужчина взрослый, ну в смысле как я там, плюс-минус 35-40, рассказывает, что он как-то себе после какой-то медитации, после тренинга, там очередного по развитию, стал говорить, что он любимый и хороший. Просто говорит, я себе говорю, любимый и хороший. И он мне рассказывает, у меня такие мурашки. Я теперь сыну ему 11 лет, на ночь, когда я его люблю, ну вот целую и засыпаю, я говорю, ты любимый и хороший. Любимый и хороший всегда. Я думаю, может быть, я ему просто буду говорить, чтобы у него внутри мелодия, через вот это я любимый и хороший, он, когда вырастет и, дай Бог, встанет к вопросу про достиженческую мать. Дай Бог, он тоже будет каким-нибудь большим достиженцем. Никаких ожиданий, но тем не менее. Я надеюсь, что он будет созидать. И когда он будет созидать, чтобы он созидал не из точки, что я себе докажу, и поэтому я заработаю больше денег любой ценой. И когда мы хотим заработать любой ценой, мы готовы отобрать. Мне всё равно, как у других, выигрывать сильнейший, войнушка на войнушку. Я самый умный, всё по-честному, честная игра, я молодец, ты, нет, я поехал. И из этой точки, из точки я любимый и хороший, может быть, пойдёт то самое творчество в бизнес, что мы просто создадим какой-то больший пирог. И нам не надо будет делить. И будет место тебе, мне, вообще всем нам. Да будет так. Спасибо тебе за потрясающий разговор. Спасибо. Спасибо тебе. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.